И к новостям спорта. Футбольный клуб «Люберцы» продолжает свое выступление в первенстве России среди команд третьего дивизиона. Очередным соперником «Люберчан» в матче девятого тура стал «Раменский Сатурн». Перед этим матчем «Люберцы» занимали первое место в турнирной таблице Мделяеву с футбольным клубом «Коломна». И только победа давала нашей команде возможность единолично закрепиться на верхней строчке. Добывать необходимые три очка хозяева поля бросились сразу же после стартового свистка. «Люберчане» моментально захватили инициативу в свои руки, прессингуя соперника на всех участках поля. Если бы не мастерство голкипера «Сатурна» 22-летнего Сергея Буркина. Уже к середине первого тайма счет мог быть разгромным. Однако до 33-й минуты ворота гостей оставались неприкосновенными. Затем в течение буквально 10 минут мяч трижды оказывался в сетке «Сатурна». Гости же за весь первый тайм смогли организовать лишь две неопасные атаки. На перерыв команды ушли со счетом 3-0 в пользу «Люберчан». Первая половина прошла. Прошла она вполне удачно. Мы практически не оставляем шансов нашим соседям, раменским ребятам в этой игре. Но тем не менее, надо все-таки собраться и достойно выиграть. Это был последний домашний матч в текущем сезоне, который наша команда играла на родном поле. Из-за неудовлетворительного состояния газона оставшиеся домашние игры «Люберцы» проведут на стадионе «Пламя» в Некрасовке. Мы договорились о том, чтобы они нас приняли, предоставили все возможное для того, чтобы мы все-таки отыгрались у них. Все-таки, конечно, поле отличается их от нашего. Но тем не менее, мы надеемся, что сообща мы все-таки победим именно вот эту неурядицу материальной базы. Во втором тайме ситуация на поле изменилась. Инициативу захватил «Сатурн». Активизировались и болельщики-гостей, гнавшие свою команду вперед. Но воплотить свое преимущество в голы «Сатурн» не смог. Гостям удалось лишь забить гол «Престижа». На 72-й минуте раменчане реализовали пенальти. Назначены ворота нашей команде за игру рукой. Итоговый счет матча 3-1 в пользу «Люберец». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!